Решил записать одежду встречу с Йеннифер. Как-никак вариант концовки. По-моему, самый лучший. Пока остальные не видел. Все равно Йен круче, чем Трис. Кто бы ни что ни говорил. Эти твои тайны. А теперь я знаю, если ты хочешь мне что-то сказать, то скажешь без расспросов. Я скучала по тебе, чертовски. Пойдем на улицу. Будем держаться за руки, смотреть на небо, как в романчике за две кроны. Почти как обещал, при штурме уехать далеко, только ты и я. Красотища. Никто, сколько вариантов. Давай знакомимся. Дай угадаю. Работаешь над новым заклятием? Ничего подобного. Это вовсе не гримуар, а обычное чтиво. Имя орхидеи. Вдовец на год. Я всегда думал, что ты слишком занята, чтобы тратить время на что-то столь непрактичное. Я была занята. А теперь нет. Пару недель назад я встала с кровати и поняла, что я не знаю, что дальше. У меня нет плана, цели. И знаешь что? Мне это понравилось. Я перестала думать о политике и сосредоточилась на том, что для меня важно. Поэтому я приехала сюда. Тебе нравится Туссент? Ммм, пейзажи замечательные. Городки просто очаровательны. Иначе не скажешь. Но? Но это южное солнце не слишком гармонирует с моим гардеробом. Короче говоря, свариться можно во всем черном. Может, рассмотришь другие сочетания цветов? Например, винно-красный и зеленый, как ботва. А духи я буду добывать из брюквы и маргариты. Лучше посижу в тени. А ты будешь приносить мне холодные напитки. Постоянно. Все, что только пожелаешь. Знаешь, это странное чувство, когда у тебя есть дом. Признаюсь, я никогда не представляла тебя в роли землевладельца. Это вышло немного случайно, но я не жалею. Ян, тогда перед битвой с Дикой Охотой ты сказала, что хочешь уехать со мной на край света. А вот эти виноградники, может, сгодятся? Да, хотя чего-то мне здесь не хватает. А именно. Я тебе подскажу. Такое большое, белое. У него четыре ноги. Относятся к таксидермии. Ну да, единорог. К таксидермии, единороги. Ладно уж. Я тебе покажу. Привози. Я знала, что ты не заставишь себя упрашивать. Ты думала когда-нибудь, что настанет такой день? Ты и я. Тишина, покой, птички поют. Я даже жалею, что так долго к тебе собиралась. Как сорока за море. Ты в чем-то сомневаешься? Надеюсь, что нет. А то, знаешь, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Не переживай. Я не такая, как другие чародейки. Посади ее за стол, она и ноги на стол. Ой, ты поаккуратнее своих коллег. А то, знаешь, всякому кулику положено хвалить свое болото. Ты прав. Мало того, что ты красив, так ты еще и умен. Попался мне, как роза, среди навоза. Да, но... Это, зараза. На этот раз ты выявила. Ха! Откуда это вообще взялось, а? Эти игры в пословице. Не помнишь? Мы были на вернисаже в Бонарде, а ты начал дурачиться от скуки. Я тогда подумала, что твое чувство юмора такое печальное и такое трогательное. Никогда не меняйся, Герой. Прошу тебя. Так что, поговорим позже? Обязательно. Я никуда отсюда не собираюсь. Ну, в общем-то, такая концовка. На мой взгляд, лучшая. Удачи, друг.